Добрый вечер! Вы смотрите экстренный выпуск Вестей Астраханской области в студии Артем Петрова. И в ближайшие несколько минут мы готовы рассказать вам о главном событии этого дня – свадьбе Ильи и Анны. В банкетном зале ресторана «ДАИР» уже стало жарко, но мы готовы подбросить еще немало жареных фактов из жизни наших молодых и гостей праздничного вечера. Все дело в том, что в наше распоряжение попал секретный фотоархив молодых, и мы решили показать его с пометкой «Эксклюзив». Женский спецбатальон собираются внедрять в рядах Вооруженных сил России. Стреляют глазами, ранят языками, уходят тайком. В сарай-бату был найден турист-вредитель. Отбиваясь от групп, он отходил за уголок и грыз стены древнего города. Иногда женщине лучше молчать, чем говорить. Мастер-класс для невесты проводит ее сестра Василиса. Веселая свадьба? Нет, не слышал. Одна скукота. Памела Андерсон и Анна Семенович не смотрят нашу программу и потому спят спокойно. А продюсеры нашей Раши, похоже, нашли сменщика для Сергея Светлакова. Образ Славика теперь будет исполнять Наиль Мухажинов. Подобрана и новая актриса на роль Железного Человека. Ей стала Любовь Молчанова. Опять все одному тащить пожаловался на нелегкую судьбу пятилетний Андрей и понес сумки к ресторану. Новости религии. На берегах Волги была найдена астраханская версия четырехрукого бога Шивы. Какая свадьба без баяна? По секрету скажем, что Руслан Карпов пообещал достать музыкальный инструмент часам к одиннадцати. Программа «Ревизора» нагрянула в один из японских ресторанов в Астрахани и осталась не очень довольна приготовленными роллами. По данным статистики, список самых пьяных профессий возглавляют медики. Конкуренцию в новогодние праздники им составляют только снегурочки. Новости спорта. Гран-при России в Формуле-1 решено было проводить не в Сочи, а в Астраханской области. Уже прошли первые тестовые заезды. «Сфотографируй меня вот так!» Именно эти слова успела прокричать туристка из Астрахани за секунды до щелчка фотоаппарата. Илья и Анна – пара достаточно известная, причем до такой степени, что прокомментировать сегодняшнее событие согласился президент России Владимир Путин. Владимир Владимирович, здравствуйте! Я хочу вас поприветствовать. Приятные события. На душе поздравляю. Наша пара познакомилась 9 месяцев назад. Все произошло в Твиттере. Как признался сам Илья, он обратил внимание на едкие комментарии очень красивой девушки. И вот с тех пор все и закрутилось. Словом, они нашли друг друга в социальных сетях. Как вы к этому относитесь? Очень часто слышу от людей, простых людей, неподставных, от простых, с которыми я встречаюсь, часто очень в разных регионах страны, что действительно многие люди хотели бы, чтобы события развивались именно таким образом. Илья очень ответственный молодой человек. И, конечно же, он сделал предложение. Аня, вы как-то поддерживали нашего жениха? Мы много лет назад, еще 4 года договорились о том, что такой вариант событий вполне возможен, если мы вместе пройдем вот этот период достаточно тяжелых испытаний. Философский ответ. Кстати, Илья очень большой любитель именно философии. Да и поучиться у него есть чему. Я с ним встречаюсь, и я прислушиваюсь к его мнению. Владимир Владимирович, обычно у молодых сразу после свадьбы встает ряд бытовых вопросов и споров. Кто, например, будет мыть посуду после ужина? Сложный вопрос. Пока ответа на него нет. Это еще обсуждается. Я знаю, что многие из гостей желали Илье и Анне прибавления в семействе. Как думаете, как скоро это произойдет? Надо напряженно работать над реализацией этой задачи. Насколько это удается или не удается сделать, ну это другой вопрос. Я считаю, что мы в той или иной форме должны будем продолжить программу поддержки рождаемости детей в нашей стране. Многие из гостей сегодня планируют как следует отметить такое знаковое событие. Вопрос от некоторых такой. Стоит ли мешать коньяк с шампанским? Ну, хуже уже не будет. А про водку что скажете? Всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо. Владимир Владимирович, а что бы вы могли пожелать нашей паре? Спасибо, Владимир Владимирович. А у нас на связи премьер-министр России Дмитрий Медведев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, я всех приветствую. Вы наблюдали за развитием отношений нашей пары. Что можете сказать по поводу сегодняшнего события? Да, кому-то это движение кажется робким, кому-то наоборот запредельным. Типа не надо так далеко идти. И так все хорошо было. Но на мой взгляд мы продвинулись и продвинулись серьезно. Как вы думаете, о чем будет вспоминать Илья после свадьбы? Свобода. Дмитрий Анатольевич, как признается Илья, он вегетарианец и готовить не особо любит. Это значит, что после свадьбы только жене придется стоять у плиты? В принципе, это хорошо. Дмитрий Анатольевич, немногие знают, но вы с Ильей давние знакомы. Расскажите о каких-нибудь его проступках в юности. Украл мобильный телефон. Выловил в пруду. На самом деле, реальное дело. Семь карпов. Если кризис вдруг настигнет молодую семью, вы обещали финансовую поддержку. В чем она будет выражаться? Это большие деньги, честно говоря. Большие деньги. Там десятки миллиардов рублей. Спасибо. А наш выпуск подходит к концу. И мы, конечно же, желаем нашей паре только долгих лет совместной жизни. Спасибо за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин